Всем панкейк, дорогие друзья! Американское издание The National Interest назвало четыре самых лучших и мощных танков в мире в 2023 году. Российский Т-14 Армата, американский М1 Абрамс, немецкий Леопард 2 А7+, южнокорейский К2 Блэк Пента. Средняя стоимость зарубежных ОБТ с улучшенной броней около 6-8 миллионов долларов. Российская модель Т-14 Армата стоит не больше 4 миллионов долларов. Давайте же рассмотрим эти модели, а также подумаем, какие танки нас ждут в будущем. М1А2 Абрамс, Соединенные Штаты Америки Абрамс М1А2 — это проверенный в боях основной боевой танк, разработанный компанией General Dynamics Land Systems для армии США. Танк был создан на основе характеристик М1А1 и включает в себя современные технологии для обеспечения улучшенной огневой мощи и мобильности, что делает его одним из величайших боевых танков в мире. Т-14 Армата, Россия Т-14 Армата — российский танк нового поколения, созданный для российской армии Уралвагонзаводом. Основное вооружение танка — 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, питаемая автоматическим заряжающим устройством. Второстепенное вооружение состоит из 12,7-мм пулемета КОРТ и 7,62-мм пулемета ПКТМ. Танк может запускать ракеты с лазерным наведением и несет 45 боекомплектов. Танк Т-14 Армата будет иметь защиту Станак 4569 уровня 5. Система активной защиты АПС афганского танка обнаруживает, отслеживает и поражает входящие противотанковые боеприпасы. Максимальная скорость танка составляет 90 км в час, а дальность хода — 500 км благодаря дизельному двигателю А85-3А с турбонаддувом. Меркава МК-4 Израиль Меркава МАРК-4 является последней итерацией линейки основных боевых танков Меркава компании МАНТАК — Танковое управление Меркава. Танк поступил на вооружение Армии обороны Израиля в 2004 году и считается одним из самых хорошо защищенных танков в мире. МАРК-4 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной стрелять снарядами ХИТ и САБО, а также противотанковыми управляемыми ракетами ЛАХАТ. Огневая мощь танка дополняется 7,62-мм коаксиальными и 12,7-мм спаренными пулеметами, а также 60-мм гранатометом. Меркава МК-4 имеет специальную разнесенную броню, подпружиненные броневые борта, лазерную систему предупреждения ЛБИТ и дымовые гранаты IMI. Система активной защиты танка Трофи защищает экипаж от мощных противотанковых ракет. Максимальная скорость танка составляет 64 км в час. ВТ-4 МБТ-3000 Китай Танк ВТ-4, ранее МБТ-3000, это танк третьего поколения, разработанный и построенный в основном для экспортных рынков компании China North Industries Corporation. Королевская армия Таиланда впервые использовала этот танк в 2017 году. Основной боевой танк оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой, способной вести огонь снарядами APF SDS, боеголовками HIT, артиллерийскими и управляемыми ракетами. Дистанционно управляемый 12,7-мм зенитный пулемет и 7,62-мм коаксиальный пулемет входят в состав вторичного вооружения. Танк имеет композитную и взрывную реактивную броню. Система активной защиты GL-5 APS защищает танки бронемашины, противотанковые управляемые ракеты и противотанковое вооружение. Максимальная скорость танка ВТ-4 составляет 70 км в час, а максимальный радиус действия — 500 км. Леклерк, Франция Леклерк — французский основной боевой танк, разработанный компанией GIAT Industries, сейчас Next Systems для французской армии, которой также используется армией ОАЭ. В январе 1992 года DGA, французское агентство по закупкам, получило первый танк Леклерк. Леклерк — это танк третьего поколения, оснащенный стандартной для НАТО 120-мм гладкоствольной пушкой CN120-26 к аксиальным 12,7-мм пулеметам и установленным на крыше 7,62-мм пулеметам. Танк способен выдержать 40 выстрелов 120-мм боеприпасов и около 950 выстрелов 12,7-мм боеприпасов. Инновационная модульная броня из стали, керамики и кевлара обеспечивает всестороннюю защиту экипажа и может быть поднята для защиты от СВУ, мин и РПГ. Установленная на танке система самозащиты «Галикс» еще больше повышает его живучесть. Танк может атаковать цели со скоростью 50 км в час на любой местности, а его максимальная скорость составляет 72 км в час. Челленджер-2, Великобритания Основным боевым танком британской армии и королевской армии Омана является Челленджер-2 CR-2. Созданный на базе танка Челленджер-1 британская компания Викерс Дефенс Системс, ныне BAE Systems, проектировала и построила этот танк. Возможности Челленджер-2 были продемонстрированы во время боевого применения в Боснии, Косово и Ираке, где он рекламировался как самый надежный основной боевой танк в мире. Основное вооружение танка Челленджер-2 – 120-мм пушка L-30 Charm, Челленджер-Мейн Армамент. Дополнительное вооружение – цепная пушка C-Экшел и установленный на башне 7,62-мм пулемет. Танк может нести 50 бронебойных стабилизированных на плавнике, отбрасывающих САБО APF SDS, фугасных снарядов Хэш и снарядов СОК, а также 4,762-мм снарядов. Броня Челленджер-2 второго поколения Чоп Хэм обеспечивает превосходную защиту от оружия прямого выстрела. Двигатель Перкинс Кондор Си Ви-12 развивает максимальную скорость по шоссе 59 км в час, а по бездорожью – 40 км в час. К-2 Блэк Пэнто, Южная Корея Hyundai Rotem K-2 Блэк Пэнто – корейский новый основной боевой танк – это современный танк MBT, созданный для армии Республики Корея. Танк разработан для обеспечения высокой мобильности, огневой мощи и самообороны. В 2014 году в команде Рока присоединилась Черная Пантера. Основным вооружением К-2 Блэк Пэнто является 120-мм гладкоствольная пушка, способная вести огонь боеприпасами с улучшенной кинетической энергией и оснащенная автозагрузчиком, позволяющим заряжать боеприпасы на лету даже в условиях пересеченной местности. В качестве дополнительного вооружения используются пулеметы калибров 7,62 мм и 12,7 мм. К-2 обладает высокой мобильностью на поле боя, его максимальная скорость составляет 70 км в час, а дальность хода – 450 км. Для всесторонней защиты от прямого огня танк оснащен композитной броней и взрывной реактивной броней ERA. Для защиты от взрывов в боеукладе также имеются противопульные панели. Leopard 2A7+, Германия. Компания Krauss Mafia Wegmann представила Leopard 2A7+, основной боевой танк нового поколения в 2010 году. Обновленный вариант, основанный на технологии танка Leopard 2, был принят на вооружение Бундесвера немецкой армии для уличных боев, а также для выполнения классических военных обязанностей. Канада также воевала в Афганистане под командованием НАТОС 2A7+. Leopard 2A7+, оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L-55, которая может стрелять как обычными боеприпасами НАТО, так и инновационными запрограммированными 120-мм HE-снарядами. На танке установлена дистанционно управляемая станция легкого вооружения FLW-200, оснащенная 7,62-мм, 12,7-мм пулеметом или 40-мм гранатометом. Пассивные броневые модули, установленные на машине, обеспечивают всестороннюю защиту от противотанковых ракет, мин, самодельных взрывных устройств и огня РПГ. Дымовые гранатометы, расположенные по обе стороны машины, скрывают танк от глаз противника. MBT может быть оснащен дополнительным навесным оборудованием, таким как минный плуг, минный каток или бульдозерный отвал для устранения мин и препятствий. Этот танк чрезвычайно мобилен, его максимальная скорость составляет 72 км в час, а дальность хода — 450 км. Т-90МС «Россия». Т-90МС — модернизированный вариант основного боевого танка Т-90 «Уралвагонзавода». Был впервые представлен в сентябре 2011 года на выставке Russian Expo Arms. Т-90МС был значительно модернизирован, чтобы обеспечить улучшенные боевые возможности в современных боевых условиях. 125-мм пушка 2А46М5 танка стреляет многими типами боеприпасов с поразительной точностью. На дистанционно управляемой станции вооружения танк дополнительно оснащен 7,62-мм зенитным пулеметом 6П7К. Модульные панели ИРА, расположенные на задней и боковых стенках танка, обеспечивают защиту от стрелкового оружия и осколков снарядов. Для противотанковой противоракетной обороны носовая часть корпуса и башни могут быть оснащены реактивной броней «Реликт». Кроме того, Т-90МС имеет оптико-электронную систему экранирования и систему электромагнитной защиты. Танк может развивать максимальную скорость 60 км в час благодаря двигателю В-92С-2Ф номинальной мощностью 1130 л.с. ТИП-10 ТКХ Япония Тайп-10 ТКХ – основной боевой танк четвертого поколения, разработанный компанией Mitsubishi Heavy Industries для сухопутных сил самообороны Японии. JGSDF Танк поступил на вооружение JGSDF в 2012 году и получил высокую оценку за свою мобильность. Вооружение танка Тайп-10 дополняют 120-мм гладкоствольная винтовка, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и 7,62-мм пушка Тайп-74. Во время интегрированных боевых операций мощная технология C-4I обеспечивает взаимодействие с пехотой. Корпус танка защищен модульной керамической композитной броней от выстрелов из гранатомета, снарядов ХИТ и противотанковых ракет. Для изменения уровня защиты можно легко снимать и устанавливать дополнительные модули. Дизельный двигатель с водяным охлаждением развивает мощность 1200 л.с. и максимальную скорость 70 км в час. Мы рассмотрели танки, которые уже стоят на вооружении, самые мощные и технологичные модели. Но давайте поразмышляем о том, какие танки нас могут ждать в будущем. Согласно результатам исследования группы Focast International, объем мирового рынка танков в ближайшие 10 лет составит 31,6 млрд долларов. При этом в разных странах будет построено 7800 основных боевых танков. Различные сопутствующие программы, включая модернизацию, обслуживание и прочее, могут увеличить объем этого рынка в несколько раз. Огневая мощь. Возможности танка в обнаружении и уничтожении типовых целей возрастут в значительной степени. Будет решена проблема эффективного обнаружения малоразмерных камуфлированных целей в условиях нормальной и затрудненной видимости. Танк будущего в течение считанных долей секунды от 0,85 до 0,9 секунды с большой точностью сможет засекать все угрожающие и жизненно важные цели, находясь как в неподвижном положении, так и на ходу, в условиях хорошей видимости и на дальности прямого выстрела 4000-5000 метров. Танк сохранит аналогичные возможности на относительно более коротких дистанциях – от 2500 до 3000 метров в неблагоприятных условиях – в темноте, тумане, во время дождя, в пыли и т.д. Одним словом, танк станет всепогодным оружием, способным надежно действовать в любое время дня и ночи. Это может быть достигнуто посредством интеграции систем наблюдения и автоматического поиска, работающих в широком диапазоне электромагнитных волн, оптики, тепловизоров, низкоуровневых ИК-приборов наблюдения, РЛС, работающих в миллиметровом диапазоне и бортового компьютера, способных идентифицировать цели по многим признакам, в том числе и по их специфическим сигнатурам. Усовершенствованное основное вооружение сохранит свой комбинированный характер. Это будет орудие-пусковая установка ПТУР, выстреливаемых через ствол. Калибр танкового орудия увеличится до 140-155 мм. Улучшатся и его баллистические характеристики при незначительном возрастании веса. Канал ствола останется гладким, обеспечивая таким образом легкую и прочную конструкцию ствола с высокими баллистическими характеристиками. Калибр 140-155 мм увеличит бронепробиваемость гиперскоростных бронебойных снарядов, поражающие воздействие кумулятивных снарядов и способность осколочно-фугасных снарядов уничтожать танки посредством импульсного эффекта, даже не пробивая брони, а также создать боеприпасы объемного взрыва, которые высокоэффективны при применении против живой силы противника, даже находящейся в укрытиях и бронированных целей. Танк может использовать также жидкие метательные вещества, что способствует увеличению количества возимого боекомплекта. Благодаря низкомолекулярному составу подобные вещества смогут в значительной степени усилить эффективность и точность гиперскоростных бронебойных снарядов вследствие увеличения начальной скорости и позволят программировать баллистические характеристики универсальных снарядов. Вероятно, в ближайшее время появится система, обеспечивающая точное автоматическое наведение на выбранную цель и слежение за ней во время ее перемещения и маневрирования самого танка. Функционирование системы стабилизации в значительной степени улучшится благодаря управляемой системе стабилизации корпуса. Вероятность попадания в цель при стрельбе с хода составит 80-85% по сравнению со стрельбой с места. Защита С появлением арсенала самых современных средств борьбы с танками особое значение в настоящее время и в будущем приобретает проблема их защиты. Проблема сложная и трудно разрешимая, но она может и должна быть успешно решена благодаря новым достижениям инженерной и научной мысли. Естественно, речь не идет об абсолютной неуязвимости танка. Потери неизбежны в ходе боевых действий, однако важно удержать их в разумных пределах, за рамками которых любые успешные боевые действия на линии фронта могут стать невозможными. Эта проблема может быть решена комплексно путем повышения индивидуальной выживаемости танка, проведения в войсках мероприятий по маскировке, введения активных контрразведывательных действий и нанесения массированных ударов по огневым позициям противника. Необходимо создать также требуемое превосходство в силах. Потребность в повышении незаметности танков на поле боя ведет к совершенно фантастическим проектам. Так, по некоторым данным, вооруженные силы Великобритании испытывают новую секретную технологию, благодаря которой танки и пехота становятся невидимыми. Новые изобретения используют видеокамеры и проекторы, с помощью которых отражение окружающей среды проецируется на специально разработанный танк, покрытый кремнием, что увеличивает его отображающую способность. В США разрабатываются танки, которые могут менять окраску на поле боя. Новые машины будут отличаться от обычных специальным покрытием, в котором используется нанотехнология. Новая технология позволит создавать танки-хамелеоны, которые будут менять свою окраску, подстраиваясь под доминирующий цвет внешней среды. Это сделает их практически невидимыми на поле боя. Верить этому или не верить – дело каждого. Поживем – увидим. Кстати, по некоторым данным, у нас в стране тоже есть любители фантастики. Как сообщают, уже идет работа над созданием нового типа брони – электромагнитной. Конструкторы решают, будет ли это некое силовое поле, способное задержать подлетающие к танку ракеты и гранаты, или же наэлектризованная броня. Стоит отметить, что в рамках модернизации своих танков в настоящее время американцы и британцы зачастую используют разработки еще советских танкостроителей, создавших уникальные боевые системы. К примеру, американская корпорация Rayton разработала систему активной защиты бронетехники от противотанкового реактивного оружия Quick Kill System, действующую по принципу, который использовали еще советские инженеры, разработчики систем DROST, DROST-2 и ARENA. QKS выстреливает навстречу противотанковой ракете снаряд, который уничтожает ее направленным взрывом. Российские системы уничтожали вражеские боеприпасы осколочными гранатами. Недостатком такой технологии защиты является то, что осколками могут быть ранены солдаты, находящиеся вблизи танка. Американская система, которая использует направленный взрыв, не может навредить солдатам. Другая американская разработка — система Close Encanto Major System, CICS, действующая по такому же принципу, выстреливает навстречу ракете Шрапнель, металлические шарики, которые разрушают ее еще на подлете к цели. Обе системы в настоящее время находятся на стадии разработки, тогда как DROST устанавливался на советские танки еще в 1983 году. Учитывая общую оценку ожидаемых достижений в развитии средств уничтожения и защиты, можно с уверенностью сказать, что в обозримом будущем равновесие между ними не нарушится, хотя, возможно, незначительное преобладание одного над другим. В любом случае, танк третьего тысячелетия будет сложно поразить в лоб даже самым мощным средством уничтожения. Не менее сложной задачей станет разработка мощного оружия и надежных средств защиты от этого танка. Высокие потери в танках во время войны на Ближнем Востоке в 1973 году. 50% танкового парка было уничтожено в течение одной недели и в ходе штурма Грозного, а также незначительные потери союзников в войне в Персидском заливе. Всего 18 танков являются нетипичными примерами. Проблема защиты танков от поражающих факторов ядерного оружия должна решаться в рамках общих мер по защите от классических средств уничтожения. Размещение экипажа танка в капсуле позволит значительно снизить уровень проникающей радиации при ядерном взрыве и эффект воздействия ударной волны без увеличения массы танка и его внутреннего объема. Заключение. Сейчас трудно говорить о долгосрочных прогнозах. Мир слишком быстро меняется, и кто знает, что будет завтра. Безусловно, у танков большой потенциал на поле боя. Напишите, какой танк ваш фаворит, а также какие танки вы бы хотели видеть в будущем. Не забудьте поставить лайк под видео, это сильно поможет нам в развитии канала. Ну а пока с вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!